Мы теряем уверенность, когда вопрос касается дел для Господа. Я не говорю это в качестве критики или для того, чтобы пристыдить вас, но если мы признаем это, то можем меняться. Уверенность приходит, когда применяют две вещи. Первая — информация. Нам нужно немного знаний, и нам также нужно немного опыта. Потом мы добавляем еще немного знаний и опыта, и у нас появляются слои, которые придают нам уверенности в этой сфере. Я предлагаю вам стать уверенными людьми веры, которые ведут людей к силе Божией. Задача последователя Христа — не собираться по выходным и слушать с проповеди. Тут вы должны были бы воскликнуть «Халлилуйя!» Да? Это наша задача. Я хочу, чтобы вы рассмотрели ключевые идеи, которые помогут вам по-другому взглянуть на вашу веру. Хочу начать с деяний четвертой главы. Это история про Петра и Иоанна. Они показывают невероятную уверенность и смелость. Она превосходит их знания, финансовые ресурсы, доступ к политической селе. У них есть невероятная смелость, которая берет свое начало в их отношениях с Иисусом. Если мы немного углубимся в вопрос уверенности и смелости, то увидим, что это уверенность в ком-то. Петр и Иоанн были уверены в Иисусе, и это начало влиять на Иерусалим. Книга деяний — это история о ближайших друзьях Иисуса после того, как Он вознесся на небеса. В первой главе Иисус вознесся на небеса. Во второй главе Дух Святой извелся в исполнении того, что обещал Иисус. В третьей главе Петр и Иоанн идут в храм, чтобы помолиться. Они были верующими иудеями. И по дороге они встречают попрошайку, который болен. Они молятся за него, и он исцеляется. Многие проходили мимо этого человека, потому что он был на видном углу. Это чудо потрясло весь город. Петра и Иоанна привели к религиозным лидерам, которые устроили казни Иисуса. Его казнили римляне, но именно они инициировали политпроцесс, который привел к казни Иисусом. Петра и Иоанна просят дать отсчет за их поведение, ведь религиозные люди думали, что разобрались с этим Иисусом. И тут появляются его ученики. Мы посмотрим на Деяние 4 главу 8 стих. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами, изъезжающими, но сделавшийся главой угла». Он цитирует пророков. «И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Остановимся здесь на минутку. Петр и Иоанн были рядом с этими людьми всего несколькими днями ранее. Они арестовали, судили и казнили Иисуса. Несколькими днями ранее, когда Петр и Иоанн были рядом с этими людьми, они прятались в тенях. Они боялись. Они не могли поднять голос, дабы заступиться за друга. Они не хотели иметь ничего общего с Иисусом. И тут они вернулись. А Иисуса казнили. Его замучили до смерти. Если вы были против Иисуса, то посчитали бы, что это серьезное послание для каждого, кто захочет повериться в Него. И тут Петр и Иоанн снова оказываются перед этими людьми. И Петр говорит, «Если хотите узнать, что случилось с этим человеком, я расскажу вам». Иисус из Назарита, Мессия, которого вы распяли, Бог воскресил его из мертвых. Он – краеугольный камень. Нет другого имени под небом, которым можно спастись, кроме Иисуса. Случилось нечто невероятное. Несколькими днями ранее Петр прятался в тени, говоря, «Я не знаю, кто это. Я не его ученик. Не я». И теперь он стоит перед теми же людьми и говорит, «Давайте я расскажу вам о нем». Я представляю, как они смотрели друг на друга. Мы думали, что разобрались с этим. Мы сделали все, что могли. Это была жестокая, публичная попытка прекратить все это. Посмотрите на следующий стих. Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди некнижные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом, видя же исцеленного человека, стоящего с ними. Ничего не могли сказать вопреки. Эти богатые и влиятельные люди понимали, что Петр и Иоанн имели невероятную смелость. Они понимали, что дело было не в их образовании, не в партии, которую они представляли. Они были с Иисусом. Бывают такие моменты, когда мы с вами стыдимся Господа. Бывали времена, когда мы считали, что цена была слишком высокой, чтобы публично говорить о своей связи с Ним. На то были разные причины, и поэтому мы держались в тени. Это не означает, что вас исключат. Петра и Иоанна оставили в команде. Их пригласили снова. Я не пришел сегодня, чтобы осудить вас, но чтобы сказать вам, давайте не будем такими. Я бы хотел, чтобы вы иначе взглянули на понятие «последователь Христа». Возможно, вы поверили в реальность Иисуса настолько, чтобы сделать его Господом своей жизни. И исповедаться в вере, получить прощение грехов и родиться в Царстве Божьем. Возможно. Вы сделали второй шаг и сказали, «Я крещусь и публично заявлю о своей вере в Иисуса». Вы забрались в бассейн и окунулись. Это правильное и важное действие в духовной жизни, но это не решающий момент. Это как если бы вы думали, что диплом магистра нужно получить лишь для того, чтобы повесить на стену и не использовать его в деле. Цель рождения в Царстве Божьем – стать верными учениками Иисусом. Если вы упустили возможность и не встали за свою веру, то, наверное, уверенность в вашей жизни базируется не на Иисусе. У меня есть хорошие новости для вас. Вы можете начать новый сезон с новой силой в жизни, если вы попросите Господа дать вам новую уверенность в нем. Словами Иакова. Мы должны перестать быть слушателями слова и начать быть делателями. Вы согласны на это? Я тоже согласен. Мы должны увидеть, что четвертая глава Деяния не была решающей для Петра. Если посмотреть на хронологию его пути в ВРМ, то это даже не средняя точка, ни по годам, ни по его развитию. В Деяниях четвертая глава он является учеником начинающим. Мы видим, что происходят перемены. Он не такой, каким был раньше, и через минуту мы рассмотрим его историю. Но, уверен, вы вспомните со мной то, что мы узнали о Петре в продолжении книги Деяния. Не так далеко в будущем Петра арестуют. Его арестуют и приговорят к казни. Одного из его лучших друзей обезглавят перед этим. Праздники прервали план казни, и его оставили в тюрьме еще на пару дней. А в ночь перед казнью в тюрьму приходит ангел и снимает цепи, которые сковывали его. Он говорит, одевайся, следуй за мной. И ангел открывает двери тюрьмы и выводит его на улицу. Петр считает, что это сон. Он даже не осознает, что это реальность. Он говорит, ты свободен. И Петр идет и находит верующих, которые молятся за него. Не так давно Петр получил видение о покрывале спускающимся с небес. Бог говорит, убей и ешь. А на этом покрывале. Вещи, которые, как знает Петр, делают его нечистым. Нам тяжело представить себе, что вилка может быть инструментом неправды. Но для евреев первого столетия все так и было. Петр говорит, я не могу сделать этого. Я никогда не делал этого и не сделаю. Представьте себе самое яркое проявление аморальности и нечестия. А вот что предлагали и труп. Но Бог говорит, не называй это нечистым. И он идет с гостем, который постучал ему в двери, в Кесарию, языческий город в дом римского центуриона. И когда он приходит туда, то события второй главы Деяний повторяются в доме язычника. У Петра серьезные проблемы. Когда он возвращается в Иерусалим, то местные верующие хотят узнать, что он делал, когда пошел в дом к тому человеку. И Котер рассказывает о том, что случилось с ними. В книге Деяний подробнее описывается, чтобы объяснить, что случилось, чем изначально рассказывать о происшедшем там. Смелость Петра растет. Петра пригласили помолиться за девушку, которая умерла. Чуть позже. И когда он приходит, то поступает так же, как Иисус. И это касается общения с толпой, молитвы. И эта девушка оживает. Петр развивается, и когда мы встречаем его в четвертой главе Деяний, то он уже немного размял свои духовные мышцы. Они учатся жить без Иисуса. Я хочу поступать так же. А вы? Как вы? Я хочу пригласить Бога в свою жизнь и в свои отношения. Я хочу понимать силу Духа Божьего. Так, чтобы сказать кому-нибудь, давай вместе помолимся. Была ночь, они устали, был тяжелый день, все не так, как они хотели. Они посередине озера, и они видят что-то над водой. Это приводит к диалогу. Кто-то говорит, это, наверное, призрак. Другой говорит, ты глупец. Это не призрак. Призраки не ходят посреди озера. А что ты думаешь, Оби-Ван? Итак, пока кто-то не сказал. По-моему, это Иисус. А Петр говорит, Господи, если это ты, я тоже хочу пройтись. Я в лодке с глупцами. Можно я пройдусь? Тогда Иисус говорит. Конечно. Это новый, живой перевод. Петр выходит из лодки и начинает идти за Иисусом по озеру. Как говорится в Евангелии от Матфея, 14 главе, 29 стихе. Петр вышел из лодки и подошел к Иисусу по воде. Вы представляете себе лица, оставшихся в лодке? Минуту назад, когда Петр сказал, что хочет пройтись по воде, они закатили глаза и сделали вот так вот. А теперь он идет по воде. Мне кажется, в лодке стало тихо, да? Оглянулся ли Петр на них? Я не думаю. 30 стих. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, Господи, спаси меня. Тут есть несколько очевидных моментов. Петр был уверен, что если это был Иисус, он тоже пойдет по воде. Он понимал, что отношения с Иисусом несут перемены. Это не статус-кво, не обычный бизнес. Он не просто пророк или великий учитель. Его близость с Иисусом меняла правила жизни. Я считаю, что то же самое должно быть и с нами. Чем ближе мы к Иисусу, тем больше меняется наше представление о жизни. Мы не пытаемся быть, как все остальные в мире, за исключением воскресенья, когда мы сидим в церкви. Есть сила, которая способна изменить наш путь во времени, если мы готовы открыть свои сердца. Петр увидел это и поэтому сказал, Господи, если это ты, то я хочу пойти по воде. Он прыгнул за борт и пошел. А потом Матфей говорит, что он увидел ветер и испугался. Я понимаю, что есть вещи, способные подавить нашу уверенность. Он стоял на воде с Иисусом, но его уверенность начала исчезать. Есть вещи, которые подавляют уверенность. Это показывает нам, что уверенность не статична, не зафиксирована. Ее нужно защищать. Посмотрите на Матфея 17 главу. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек. И, преклоняя пред ним колени, сказал, «Господи, помилуй сына моего. Он в новолунии объяснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус, уже отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, но вы хоть переверну и страницу, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им, «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете Горесией, перейди отсюда туда, она перейдет и ничего не будет невозможного для вас». Похоже, когда Иисус служил толпам, то разрешал ученикам взаимодействовать с людьми. Они молились, слушали просьбы, служили людям, и Иисус был рядом, наставляя их. Очевидно, что у них был успех, ведь он отправил их парами в другие города. Писание говорит, что они вернулись, радуясь тому, что бесы повинуются им во имя Иисуса. Иисус не просто читал им лекции, не просто читал им, он приглашал их принять участие в работе царства Борьего. В тот день один человек привел сына, у которого были приступы. Ученики поняли, что проблема не физиологическая, а духовная. Библия не говорит нам, что все приступы начинаются из-за демонических духов. Такого там нет, но она говорит, что такое возможно. Также Иисус встречает женщину, которая была сгорблена много лет. Он понял, что это дух сделал такое с ней. Это не была физиологическая, но духовная проблема. Это не уменьшает роль докторов и медицины. Это добавляет еще один компонент. Мы сложные существа, и телесное влияет на наши тела. Я не ожидаю, что мерзкие люди скажут «Аминь», но я считаю, что люди, читающие Библии и посещающие церкви, будут открыты для подобного. Ученики помолились за отца и сына, но решение не пришло. Эта история нравится мне, потому что в ней мы видим смелость отца. Многие из нас отошли бы после этого. Я приехал туда, ученики Иисуса не смогли помочь нам, но это не отпугнуло отца. Он пошел к самому Иисусу. Он повторяет историю. «Это мой сын, у него такая-то проблема. Я попробовал с твоими учениками, но они не смогли. А ты можешь что-нибудь с этим сделать». Иисус останавливается и обращается к ученикам. «Что с вами, ребята?» Он приказывает Духу, и мальчик освобождается. Ученики видят это, но они были готовы учиться. Приступив к Нему наедине, сказали, «Почему мы не могли изгнать Его? Мы эффективно справлялись с другими нечистыми духами. Мы видели, как другие люди получали освобождение и исцеление. Почему мы не смогли помочь этому мальчику?» Иисус не упрекает их, не критикует. Он говорит, «Ваша вера слишком мала. У вас мало опыта». Он не сказал, «Это невозможно для вас, глупцы. В вашей жизни есть грех. Петр, я знаю тебя. Ты скоро отречешься от меня». Нет, Он сказал, «У вас мало вера. Поэтому мы должны сказать Духу Божьему, помоги мне укрепиться в вере». Возможно, у меня была вера, чтобы родиться свыше, чтобы поверить в небо и стать частью Царства Божьего. «Возможно, мне хватило веры, чтобы принять крещение, но готовы ли мы сказать Господу, «Я бы хотел, чтобы моя вера в тебя возросла». Это не означает, что каждый, за кого вы будете молиться, получит ответ. Иисус не исцелял всех больных в Иерусалиме. Он не уничтожил бедность в Израиле. Бог не призывает вас решить все проблемы человечества. Он призывает вас быть Его посланниками. Это не всегда просто. «А что, если я помолюсь, но ничего не случится?» Это не так страшно, если вы помолитесь, и что-то случится. Вопрос не во мне и в вас, а в людях, которым мы помогаем. «А что, если я скажу человеку, что он может спастись, а он не изменится?» «Ну, тогда я скажу другому. Я поступлю так же и с другими вызовами». Иисус помогал своим ученикам обрести уверенность, потому что один размер не подходит всем. Мы сложные существа, и нехватка опыта ограничивает наши реакции. Посмотрите на следующий фрагмент. «И призвав, народ сказал им...» Слушайте и разумеете. «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его, приступив, сказали. «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Интересная история. Иисус учит, и снова с ним эта группа влиятельных людей. Они богаты и влиятельны, и он бросает им вызов, говоря, «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Для нас это мало что значит. Мы не считаем, что наши правила питания делают нас святыми, праведными или чистыми, но все было иначе для слушателей первого столетия. Было ужасным нарушением есть что-то, что не было прописано. Иисус бросает вызов их традициям. Он говорит, «То, что вы идите, не делает вас нечистыми. Нечистыми вас делает то, что выходит из вас». Он бросил им в лицо, что они используют традиции, дабы нагружать людей невыносимым бременем. И ученики видели все это. Они были встревожены. Они думали, что если религиозные лидеры присоединятся к движению, эти люди были влиятельны. У них были ресурсы. Они знали, как добиваться своего. И если бы Иисусу удалось переманить их на нашу сторону, это дало бы нам хороший толчок. Но Иисус тычет им пальцем в глаз. Ученики пришли к Иисусу наедине и сказали, «Слушай, а ты знаешь, что они вообще-то обиделись?» Потому что ученики были умнее Иисуса. «Иисус, ты сделал много хорошего, но сегодня ты выбрал не тот путь». Проповедь была так себе, но я просто говорю, ученики переживали. А потом Иисус сказал им нечто. Он переводит внимание на них. Он говорит, «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их. Они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Минуту назад Иисус осуждал традиции перед лицом. «Власть имущих элит». А теперь он говорит ученикам, «Вы ждете, чтобы они изменились? Вы ограничиваете этим свою жизнь. Если слепой пойдет за слепым, оба упадут, они не могут ограничивать нас. Они не могут поставить свою печать на это. Их ресурсы не важны. есть власть, которая выше той, что есть у них. Следуйте за Мною». Петр не знал, что сказать. Он как стравливающий клапан. На горе преображения, когда появились Моисей и Илья, Петр сказал, «Я построю домик». И тут Петр снова говорит, «Объясни нам притчу». А Иисус ответил, «Неужели вы настолько глупы?» Они не были глупыми, просто они были не там, где нужно. Иисус изменил их мысли и их воображение, что приводит к нехватке разумения. Мы собираемся и спорим о том, как правильно произносить имя Навуходоносора. Мы хотим изучать Библию на языке оригинала, чтобы узнать, какое было отчество у Исаии, потому что эта тема удобнее, чем вопрос о том, как пригласить Духа Божьего и Его силу в нашу жизнь, чтобы принести перемены внутри нас и через нас. Легче говорить о традициях, о новых идеях, о непонимании книги Откровения и того, что означает «третий урок на второй голове четвертого зверя», чем сказать соседу, «я верю, что Бог поможет тебе». Иисус поможет нам взращивать и развивать уверенность в Нем, если мы готовы выйти из Своей лодки. Я считаю, что очень мало из перемен в нашей культуре связано с библейскими ценностями. Церковь спит. Я верю, что Дух Божий может пробудить свою церковь. Я молюсь об этом сегодня. Я не жду других. Я готов сказать «Господи, помоги мне найти свой голос, чтобы стоять ради Иисуса». Так давайте же помолимся. «Отче, я благодарю тебя за каждого, кто слышал сегодня это слово. Я молюсь о том, чтобы Дух Божий пробудил в нас смелость и желание использовать свой голос в защиту Иисуса». Спасибо за это. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Культура часто ставит под сомнение нашу личность, разделяя людей по расе, полу, политическим предпочтениям или социальному статусу. Мы — последователи Христа, и нашей главной характеристикой является наша связь с Иисусом. Книга «Я во Христе» была создана для того, чтобы помочь лучше понять нашу сущность во Христе, чтобы жить с поверью. Вы получите эту книгу в знак благодарности за своё пожертвование. Если вы пожертвуете 25 долларов или больше, то получите не только книгу, но и проповедь пастора Аллена «Иисус меняет всё». Позвоните нам сейчас и получите книгу и DVD. Или заходите на наш сайт. Спасибо, что поддерживаете это служение. Культура часто ставит под сомнение нашу личность, разделяя людей по расе, полу, политическим предпочтениям или социальному статусу. Мы — последователи Христа, и нашей главной характеристикой является наша связь с Иисусом. Книга «Я во Христе» была создана для того, чтобы помочь лучше понять нашу сущность во Христе, чтобы жить с поверью. Вы получите эту книгу в знак благодарности за своё пожертвование. Если вы пожертвуете 25 долларов или больше, то получите не только книгу, но и проповедь пастора Аллена «Иисус меняет всё». Позвоните нам сейчас и получите книгу и DVD. Или заходите на наш сайт. Спасибо, что поддерживаете это служение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!